К участию в семинаре были приглашены представители государственных и бизнес-структур, общественных организаций, а также все желающие. Кому интересна данная тема? Тренером семинара выступила специально приглашенная гостья из Москвы, руководитель отдела по универсальному дизайну общественной организации инвалидов «Перспектива» Мария Генделева. Универсальный дизайн – это дизайн объектов, которые могут в полной мере использоваться всеми людьми без необходимости специальной адаптации или специального дизайна. Данный семинар проводится для работников социальной, строительной и архитектурной сферы. Уникальность методики и организации «Перспектива» состоит в том, что в команду экспертов входят люди с различными видами инвалидности. Это помогает максимально широко оценить все недостатки и возможности территории. Могу сказать, что за 14 лет, пока я на коляске, если сравнивать то, что было 14 лет назад и то, что происходит сейчас, это просто небо и земля. Мне кажется, это какой-то огромный вселенский шаг в сторону инвалидности, в сторону инклюзии. Но мы к этому шагу пришли не очень быстро, не прямо вот так вот, скоро и безболезненно. Но были пара Олимпийские игры, где люди с инвалидностью доказали, что они хотят приносить пользу, они хотят прославлять свою страну. И мне кажется, что власти увидели, что эти люди действительно могут работать наравне со всеми, что у них огромный потенциал, что это люди, которые стремятся к победе, стремятся к результату. И мне кажется, это тоже был большой шаг, когда достижения в спорте сказали о том, что люди очень целеустремленные. И, возможно, власти поверили, что если люди целеустремленные в спорте и могут добиваться каких-то результатов, может быть, они могут и так же быть трудоустроены и вместе со всеми быть хорошим профессионалом. Человеку без инвалидности иногда просто не приходит в голову, что и каким образом может оказаться неудобным для другого человека. К примеру, дизайн самой обычной раковины ужасен, потому что человек на коляске упирается коленями и не может подъехать близко. Выключатель расположен слишком высоко для человека в коляске, а дверную ручку никогда не сможет открыть тот, у кого плохо функционируют руки. Мы надеемся, что в рамках этого семинара потом у нас будет круглый стол и много других всяких мероприятий, вот в деятельности нашей коалиции, где мы сможем сложить усилия государственного сектора, общественного сектора, бизнес-структур, потому что отдельно никто не может такую глыбу поднять, а вот путем такой кооперации и, в общем-то, наше медиапространство, наши СМИ, мы сможем, объединив усилия, добиться результата. На семинаре присутствовал и глава столичной администрации. Как отметил Адгур Харазия, подобного рода тренинги помогают изучить общую городскую среду, понять, удобно и доступна ли она для всех – людей с инвалидностью и без, детей пожилых, велосипедистов и родителей с детскими колясками. По инициативе организации инфосодействия, которая возглавляет Адхагушу, два года мы с этой организацией сотрудничаем и за эти два года все, что мы строим новое в городе, будет кафе, рестораны или дороги, или тротуары, мы учитываем их рекомендации, они постоянно следят за этим и с учетом их рекомендаций и мы все это делаем. Я думаю, что есть определенные плоды. Конечно, надо больше внимания уделять тем постройкам, которые уже есть. Даже здесь на лекции вы слышали о том, что сама ведущая жила в доме пятиэтажном, где этого не было. У нас тоже самая та же картина. В жилых домах советских времен там нет никаких удобств для таких инвалидов. Их надо вновь создавать. Это, конечно, упирается в большие денежные вливания. Но что делать? Мы обязаны постепенно приводить эти дома в соответствии с нормами, которые требуются для инвалидов. Второй день семинара будет посвящен оценке зданий, сооружений, городской инфраструктуры на предмет доступности для человека с любой формой инвалидности. Жилующим будет предоставлена информация о том, как человеку с любыми особенностями чувствовать себя комфортно в городской среде.